Вот такие пасутся ишаки, видите, три собачки их охраняют, где-то пошли, а вот они, красавцы какие, видишь, копытом бьет, сами вольно пасутся, пожалуйста, там вот и собачки наши, какие хорошие. Зацветают неизвестные мне растения, работают на них и пчелки, видите, вот так с утра пораньше какую-то пыльцу берут, а может быть и нектар, но цветочки такие пушистые. Вот так бедненькая работает, еще не совсем тепло, 13 градусов, будет что-нибудь интересное. Так, прогуливаясь окрестностями, прошел, смотрите, ноябрь месяц, 11 ноября сегодня, какая картошка стоит. Это, видимо, уже третий урожай в этом году, скоро зацветется. Вот такая картошка, она здесь очень вкусная, никаких жуков я не наблюдаю, видите, чистенькая, нигде ничего нет. А вот интересное растение, смотрите, цветет как, все, ну цвет у него сухой, сухой, в нем ничего нет. А цветет, конечно, смотрите как, обильно, сейчас солнышко на него. Такой делаю обзор, небольшой по Испании, все, разное. Такой тут типа зеленхоза, видите, все выращивается, и в них водоем, ну как накопитель такой, и тоже уточки живут, плывут, видите. А там в уголочке еще и индоутки, дикие утки, если вам видно. Сейчас зацветают, время цветения вот таких цветов, ну как наша сурепка, видите, и пчелы сколько, если вам видно. Как гречка типа этого, видите сколько, пчелы, море, где-то, видимо, тут недалеко стоят, вот такие. Это сейчас все поля практически зацветут, ну я имею ввиду, где растут деревья, и между деревьев вот так зацветает. Ну видите, сколько много, а ну зайдем где поболее. О, тут аж гул стоит, если вам слышно, слышите, сколько пчелы, смотрите, берут обножку желтую, гул стоит, и пахнет прямо как горчица. Ну это дикорастущее все, смотрите, сколько. Да уж. Такие цветочки тоже, челки на них работают. Такая красота, смотрите. Вот только вылетела. Там глубоко пчела залазит, видимо, нектар берет. Вот такая красота. Не знаю, что это за громакончики, но такие. Вот так, уже апельсины созревают. Вкусные, сладкие. Смотрите, а так у людей заброшенные планы. Вот так, финики, чтобы сохранить от пчел, от ос, укрывают их такими сетями. Видите. Ну и вокруг цитрусовые. Еще интересное растение, видите. Пчелки работают на нем. Видите. Запах какой-то неприятный. Ну, это не похожий на это растение, на... Как я хотел быстро сказать. Ну ладно. Вот, смотрите, сколько пчелы. Ну, так вся изгорачь. Видите. Вся изгорачь и все зацветает. Смотрите, сколько будет цвета. Только-только начинает. Вот так красиво. Там пальмы. Ну, пальмы здесь везде. Это столица пальм. Город Ильче. Вот такая красота. Как пчелки работают, видите. На солнечной стороне у меня тенек здесь. Они все на солнечной стороне, потому что еще не очень тепло. Вот так они, бедненькие, уже и сюда залазят. И осы тут все. Все кушать хотят. Природа. Вот так они. Видимо, что и берут нектар, потому что я не вижу пыльцы на ножках. Видимо. Вот так работаете. Все вам видно, чувачки. Здесь совсем другой сорт. Другое растение. И тоже зацветает. Видите. Ноябрь месяц. И только начинает зацветать. Такие лимоны висят. Красивые там апельсины. Видите, как горят аж. И так люди украшают это цветами. Цветут. Смотрите, красные какие. Есть розовые, белые. Ну, на них пчелы, к сожалению, не идут. А может быть, я ошибаюсь. Но летом, сколько я наблюдал, не и шли. Сейчас присмотримся. Нет. Нет. Красивые. Цветы красивые очень. Смотрите. Какая красота. Может, кому-то и не нравится, что я цветы показываю. Но пчеловоды должны любить. А это вот, видите, павловня, которая цвела весной. Вот такие семена на ней. Вот такое дерево. Не знаю, сколько ему. Я здесь впервые. Вот это душистый горошек дерева. Они цветут и летом, и зимой. И плоды, если вам видно, там есть. Ну, вот эти кустарники, они цветут все лето. Но сейчас, раз уже пошло другое цветение других трав, уже пчелы их не посещают. А так они их летом спасали кольцою. Тоже вот такие, видите, пчелки работают, где солнышко. Это совсем уже другие. Вроде бы похожи. Но видите, цвет. Цвет совсем другой. Вот цветочки беленькие. Вот так пчелки работают. Пальмы. Везде пальмы. Куда ни глянешь, везде пальмы, если вам видно. Смотрите. Делаю вам обзор. Цвета много очень. Ну, только-только начинает все зацветать. Вот бы пчелок. Хотя здесь есть пчелы. А тут берут желтую пыльцу, если вам видно. Сейчас вот пчелка. Видите. Вот так идет проселочная дорога. Здесь у них любят зеленую изгородь. Видите, вот так заборы. А дорога, конечно, у нас и трассы такой нету, как идет проселочная здесь. Широкая, ровная разметочка. Все везде покошено. Сейчас дожди прошли. Эти желтые цветочки. Начинают они весной хорошо. Да и сейчас уже пчелы начинают идти. Пыльцу хорошо даются. Вот это бананы. Видите, какие бананы. Ветер потрепал их немножко. Ну, вот плоды. Если вам видно. Вот плоды. Такие красивые собачки. Издлятся. Вот такие розовые еще, видите. Цветы. Ну, вот мы переключились с Серегой Шумейко на другой продукт. Смотрите, что он. Серега. А ну. Что ты собираешь? Финики. Финики. Смотрите, какие крупные. Да что ты в комментариях писать. Смотрите. Для мужа это купить, наверное. Купить можем. Так запомните. Так запомните, шкуста вкуснее всего. Вот, смотрите. Человек стоит себе. Да. И не паримся. Дочка, а ну скажи зрителям. Вкусные финики? Конечно. Смотрите. Так это только-только. Они еще не все созрели. Все очень крупные и сладкие. Мед. Да. Мед. Ну, Серега, что мы еще не попробовали тут в Испании? С куста. С куста, персики, бананы. Ну, это надо было раньше проезжать. Ну да, инжир попробовали. Да, все попробовали. Что возможно, все попробовали. Ну, дальше будем искать. Тут возле речки как раз ничего страшного. Хорошо, тут чистая экология. Есть повыше финики, видите, аж где. А это маленькие вот деревья, смотрите. Говорили, как его? Столица финиковая. Да, у нас столица Эльче фиников. 300 видов фиников. Пальм. Три раза, три разных мы пробовали. Да. Ладно, будем продолжать пакеты набивать.